Привет, мои дорогие друзья, я Олеся Медведева, и мы с вами продолжаем говорить о самом важном, о том, что происходит в Украине и за его пределами. Вы наверняка уже сегодня слышали или читали в новостях касательно того, что задержанный и подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук дал показания против лидера партии Европейской солидарности всем хорошо известного нам Петра Порошенко. Речь идет о выводе из государственной собственности трубы, нефтепровода, Самара-Западное направление, а также о закупке угля из ЛДНР. По словам Медведчука, экс-президент, то есть Порошенко, руководствуясь личным интересом, курировал и даже на определенных этапах подключался к осуществлению этих схем. В окружении Порошенко на все это отреагировали вполне себе, как по мне, ожидаемо, сказали, что это давление властей на суд, который, кстати, сейчас аккурат решает судьбу, имущество экс-президента. А также назвали это попыткой банковой увести, так сказать, внимание общественности от промахов власти в ходе войны. Эксперты, юристы, с которыми мы пообщались, говорят о том, что для Порошенко дела действительно ухудшаются. И не только в политическом плане, тут имеется в виду удар по рейтингу Порошенко, но и в чисто юридическом плане тоже. Ибо обвинительный приговор для Порошенко уже не кажется чем-то, ну знаете, таким сверхъестественным. Правда, и сам экс-президент, который, я напомню, все еще владеет телеканалами, может нанести в ответ как минимум информационный удар. Тем более, что ситуация в стране как на фронте, так и в тылу довольно сложная, что дает аргументы тем, кто критикует украинскую власть. Как все-таки события будут развиваться в реальности, давайте поговорим об этом прямо сейчас. Сегодня Медведчук раскрыл новые подробности о роли Петра Порошенко в схемах, связанных с переоформлением нефтепровода Самара-Западное направление, а также поставками угля из неподконтрольных республик Донбасса. Было обнародовано видео, на котором сам Виктор Медведчук рассказывает, что и как было. Видео это опубликовала Служба безопасности Украины. Медведчук утверждает, что Порошенко, желая заполучить нефтепровод, попросил его договориться с российским руководством о продаже участка магистрали компании «Транснефть», права которой на эту трубу были оспорены в украинском суде, для чего Порошенко, собственно говоря, задействовал админресурс. Порошенко этот нефтепровод обошелся в 23 миллиона долларов, а за год работы эта труба для своих владельцев заработала более 40 миллионов. При этом в мае 2019 года, когда президентский срок Порошенко закончился, магистраль перестала перекачивать дизель. Теперь, что касается механизма закупки угля в ЛДНР 2014-2015 годов. Медведчук назвал поименно всех высокопоставленных лиц, которые принимали участие в схеме. Порошенко с помощью своих подчиненных Демчишина, это экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины, Гонтарева, это экс-глава Нацбанка Украины, выстраивал систему, при которой этот уголь должен был реализовываться в Украине. По его словам, Гонтарева настаивала на том, чтобы платить налом, наличкой, при том, что изначально обсуждался безнал. А доставку налички за уголь прямо на территорию ЛДНР, по словам Медведчука, обеспечивал тогдашний глава СБУ Василий Грицак, который входил тогда в близкое окружение экс-президента, а потом Порошенко его назначил главой СБУ. Как утверждают в украинских спецслужбах, за время такого сотрудничества структуры ЛДНР продали Украине угля на сумму более 200 миллионов гривен. И все это, опять же таки, за наличные, которые перевозились прямо вот в республике. И тут обязательно стоит напомнить, что как раз таки по вот этому угольному делу Медведчук еще задолго до начала войны был отправлен по домашний арест. В этом же деле фигурирует и Петр Порошенко, по которому тоже шли суды, но никто его ни под домашний арест, ни в СИЗО не отправлял. Его, по сути, отпускали под личные обязательства. И тогда это было воспринято как такой мощный политический удар по имиджу Зеленского. И свидетельство того, что он как бы не очень хорошо ситуацию в стране контролирует. Но война все изменила. Рейтинг президента Зеленского сейчас очень высокий. А вот рейтинг Порошенко, да и прочей оппозиции резко пошел вниз. И банковая может действовать против своих противников более жестко. Тем более, имея в качестве свидетеля готового давать показания Виктора Медведчука. Если посмотреть на ответную реакцию со стороны Порошенко, его адвокатов, его окружения, группы поддержки, можно сказать, что линия защиты у экс-президента осталась прежней. Расследование против Порошенко его адвокаты называют политически мотивированным и юридически ничтожным. Адвокаты Порошенко все эти слова и показания Медведчука назвали пиаром СБУ и не имеющим ничего общего с правдой и законом. Появление этих показаний именно сегодня, 23 мая, они связывают с запланированным на этот день судебным заседанием, на котором должно рассматриваться прошение об аресте имущества Порошенко. И все вот это сегодняшнее, это, мол, давление на суд. Однопартийцы Петра Алексеевича снова говорят о том, что его Зеленский политически преследует. Подоплекая этого, они ведут критику со стороны Порошенко ошибок действующей власти в этой войне. И чтобы перекрыть провалы, перекрыть зраду, по их версии, появляется Медведчук с новыми признаниями. Например, народный депутат от Евросолидарности Владимир Арьев у себя на фейсбук пишет, когда к себе, как к верховному главнокомандующему, накапливается куча вопросов. Например, кто дал расистам выйти из Киева и легко захватить Херсонщину и окружить Мариуполь? Почему не организовали оборону с севера, где расисты стояли год, из-за чего половина Киевской области уничтожена? Почему не слышал западных партнеров и вместо армии продолжал тратить деньги на дороги, потом уничтоженные агрессором? Когда на эти и другие вопросы нет ответов, командуй Баканову разрушать единство политических сил и выпускать с враньем Медведчука. Медведчук сейчас, как когда-то, Чаус, все что угодно на Порошенко скажет. В Евросолидарности вообще заявили, что эти показания Медведчука, опубликованные СБУ, это информационная диверсия в интересах России. В заявлении партии ЕС говорится, нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их суфлера. Оплатой за эти свидетельства был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена. Ну а еще один нардеп от Евросолидарности, всем вам хорошо известный Владимир Ветрович, провел параллели между нынешней ситуацией и временами революции, гражданской войны 100-летней давности. На самом деле много родителей как раз у поражения. Грушевский не воспринимал Петлюру, тот не терпел Скоропадского, Винниченко чтил только себя, Махно хотел убить их всех. И так до 1921 года пока не победили большевики. Политолог Вадим Карасев считает, что в юридическом плане, да и вообще ситуация у Порошенко ухудшается. На кону не просто что-то там, а его свобода. Ведь по сути Медведчук в своих показаниях подтвердил версию следствия, а также основную фабулу обвинений против Петра Алексеевича. Ситуация серьезная, уголовный процесс по всей видимости движется к неприятным для Порошенко решениям суда, включая обвинительный приговор. Во всяком случае в политкругах ходят об этом упорные слухи. А вот другой украинский политолог Руслан Бортник не верит, что Порошенко по итогу получит обвинительный приговор. Ограничение свободы Порошенко, не говоря уже о его посадке, угрожает хрупкой политической системе Украины. Повторится история с прозападным президентом Саакашвили, оказавшимся в тюрьме по возвращению в Грузию. Не думаю, что Западу такое повторение выгодно. Порошенко, кстати, сохранил свое радикальное крыло, которое, в отличие от случаев Саакашвили, способно создать властям проблемы. Если суд примет решение об аресте активов Порошенко, это будет иметь последствия не только в экономической, но и политической плоскости. Произойдет политико-экономический погром империи Порошенко. Его имя подвергнется дискредитации. Ну и политолог Вадим Карасев еще добавляет о том, что сейчас Порошенко второй по народной поддержке лидер, об интервью с которым договариваются ведущие западные СМИ. Арест, не говоря уже о заключении Порошенко, означает серьезную встряску политической системы и перегруппировку сил. Партию Евросолидарность ожидает закат, потому что она держится на Порошенко. За ее избирателя начнется борьба. На львиную часть претендует слуга народа. Банковая таким образом пытается еще и маргинализировать Порошенко в политическом плане. И скорее всего после окончания войны политическая ниша, в которой работал Порошенко и его партия, будет занята уже другими людьми. Однако все это, конечно же, не означает, что Порошенко будет сдаваться прям вот без боя. По заявлениям его соратников очень хорошо видно, что они собираются повышать градус критики, ошибок, провалов действующей власти, в том числе Зеленского. Сейчас, если посмотреть каналы Порошенко, то там всегда присутствует, знаете, такая вот определенная доля зрадоньки касательно решений Зеленского в этой войне. На Порошенковском канале прямой всю последнюю неделю там спикеры, эксперты всякие говорят о том, что власть врет. Касательно эвакуации украинских военных с Азов стали, а это вот сдача в плен. Пока все эти обвинения идут в довольно, ну скажем так, умеренном режиме. По сравнению с тем, что на этих каналах было раньше, как там только Зеленского не называли. А сейчас все же пытаются демонстрировать какое-никакое единство в борьбе с агрессором. Но после вот этих показаний Медведчука есть огромная доля вероятности того, что на Порошенковских каналах градус критики в адрес Зеленского и его решений будут поднимать. Тем более, что ситуация в последние дни на Донбассе очень тяжелая и имеет тенденцию определенную к ухудшению. И в этом всем медиа экс-президента могут напрямую обвинить Зеленского. Или же его окружение, или же всех их вместе, как это было с Порошенко после Иловайска. Также одной из тем такой глобальной зрады может стать прокачка российской нефти и газа через Украину в Европу. Порошенко может обвинить украинские власти в том, что пока Зеленский и его окружение требуют от Европы ввести эмбарго на поставку российских энергоресурсов, а они в Украине не перекрывают трубу и транзит продолжается. И, кстати, первый намек на это от Порошенко уже прозвучал. Он предложил перекрыть транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Впрочем, опять же таки, на этом пути критики, если Порошенко на него станет или когда он на него станет, он рискует нарваться на ответку. Так как власти могут трактовать такое поведение экс-президента, как работу на врага, применив к нему предельно жесткие меры. Например, отправить в тюрьму. А также конфисковать имущество, которым, судя по всему, Порошенко очень дорожит, и закрыть каналы или забрать каналы. И слабо верится в то, что сейчас за Порошенко будут прям очень сильно вписываться западные партнеры. Но в любом случае, в ближайшее время стоит ожидать, что Порошенко, в том числе и лично, как-то на показания Медведчука, опубликованные сегодня, ответит. Ведь на кону для него стоит очень многое. Вот такая вот история, друзья, такая информация к вашему размышлению. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Сегодня снова увидимся. Обязательно будем подводить итоги уходящего дня. 89-го дня войны в Украине. Так что не пропустите. Подписывайтесь обязательно на наши каналы. Страна Юэй, ясно, понятно. И телеграм-канал Политика Страны. Там всегда больше информации для вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.